Ежегодно в начале июня жители Вятской земли и паломники из весьма отдаленных регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья принимали участие в многотысячном крестном ходе со старинной иконой святителей-чудотворца Николая. В Вятской митрополии и в этот раз пройдут торжества в память обретения великорецкого образа святителя Николая-чудотворца. Они запланированы на период с 3 по 8 июня. Однако в нынешнем году мероприятия будут отличаться от тех, что проходили в прежние годы. В 1383 году на берегу реки Великой был обретен образ угодника Божия Николая-чудотворца. Святыню перенесли в Хлынов. Позже город назывался Вяткой, а в советское время Киров. К месту же явления иконы ежегодно совершались крестные ходы. На протяжении многих лет уже в постсоветское время шествие с великорецким образом святителя Николая-чудотворца на берег реки Великой было самым многочисленным в России крестным ходом, насчитывающим уже несколько веков своего проведения. В нынешнем году из-за эпидемии коронавируса есть ограничения. Но, как подчеркивает пресс-служба Вятской епархии, главное будет. Ведь целью паломничества в село Великорецкое является возвращение иконы святителя Николая и совершение богослужения в день обретения святыни. Поэтому обед, данный несколько веков назад православными ветчанами, будет исполнен и в этом году. Изменения коснутся порядка богослужений. Они будут совершаться на улице с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора 3 и 8 июня в Трифоновом монастыре, 5, 6 и 7 июня в храмовом комплексе села Великорецкого. Великорецкая же икона святителя Николая будет перевозиться духовенством епархии по маршруту крестного хода на автомобиле. Внимание! Организованных мест стоянок и ночлега, питания, передвижной камеры хранения, сопровождение медиков, спасателей и других служб в этом году не будет. Паломникам необходимо помнить, что во многих регионах, в том числе соседствующих с Кировской областью, введены особые режимы проезда для непроживающих в регионе граждан. А в Кировской области, согласно требованиям, прибывшим из других регионов необходимо пройти двухнедельный карантин в режиме самоизоляции. Ну а всем тем, кто пожелает участвовать в торжествах в память обретения Великорецкого образа святителя Николая, необходимо иметь средства индивидуальной защиты – медицинские маски, респираторы, перчатки, антисептические средства для обработки рук и поверхностей. С расписанием торжеств в память обретения Великорецкого образа святителя Николая можно ознакомиться на сайте Вятской епархии.